Лисовская. Да, спасибо, очень приятно, спасибо, что знаете. Я периодически, ну раз в полгода хожу по салонам и смотрю, где что реально, сколько стоит. То есть вот прям мне важно знать, за сколько именно человек купить может машину. То есть чтобы вот пришел и четко понимал цены. Вот, потому что в регионах людей часто разводят, там огромные допы и так далее. В Москве конкуренция больше. И люди из моих видео должны понимать, в Москву стоит им ехать или цены примерно те же самые. Давайте прям вот по машинам. Вот у нас манджарик. Я сейчас вам назначу, который посвободен, у меня просто выдача проходит автомобиль. А, все, хорошо, прошу. И вам мой коллега поможет подобрать автомобиль. Да, мы прям... Помогу, на смотрят? Может быть, сейчас... Нет, спасибо, что пока ничего не надо. Мы просто посмотрим. Вот весь модельный ряд, хотим понять, что интересует. Что сколько стоит, да, весь модельный ряд. Ну, основное, вот эти три машины, которые сами ходовые. Если есть партнерушка, то есть подождем. Да, без проблем. Сколько надо, столько подождем. Ну, Дмитрий очень вежлив. Так, манджаро. Значит, манджаро. У нас цена данного автомобиля 5 миллионов 67 тысяч рублей. Так, а почему дополнительное оборудование? У него шумопоглощающая обработка колесных фарок, ковер, пандора, брызговики, ковры, защита картера, подкрылки. Ну, короче, ни о чем. Недорогое. Это все допы недорогие, сразу могу сказать. Значит, сама машина серая, но у нее черный салон. Что очень прикольно, потому что раньше у серого автомобиля было только вот это, помните, рыгалово, красно-коричнево-белое. Ну, кому-то эти салоны нравились, но мне, честно говоря, они уже оскомину поднабили. Дальше Атлас. Атлас стоит без ценника, может быть, он продан, не знаю. Вот около Акованга у нас что-то написано. Акованга 4,063. Так, что-то Акованга дороговато. Он же у нас, насколько я помню, только переднеприводный, да. А, да ничего страшного, мы посмотрим. Вы мне просто подскажите, я цены увидела, вы мне просто подскажите. Давайте сразу по цене у вас сориентируем. Выставочные автомобили, которые стоят, они указаны без учета скидок. Выставочные автомобили, например, у нас, они стоят с ПТСом, подготовленной к выдаче. И сдобниками. Естественно, существуют скидки, подарки, это все обсуждается. То есть цены, которые здесь, они не конечны для потери. Понятно. А Атлас сколько стоит, не подскажете? Это монопривод или полнопривод? Есть передний привод, есть полнопривод. Комплектации разные, базовый, лакшередовый, максимальный лакшерсворд. Добрый день. Здравствуйте. Поэтому мы здесь персонально подбираем автомобиль. Вот Атлас, допустим, в средней комплектации переднеприводные и полноприводные сколько стоит? Средний, 400, 300, 300, равенство 200 тысяч между машинами. Между передним полноприводным. Да, то есть 3600 можно купить Атлас полноприводный. Комплектация будет не топ, но средняя, правильно? Хорошая комплектация. То есть в автомобиле, скажем так, во всех богатое оснащение. Просто есть какие-то визуальные отличия. Декор, дизайн, отделка. Каждый покупатель выбирает персонально. Если стоит задачка ознакомиться, можем пробную поездку провести, можно персонально подобрать автомобиль. Да, мы не просто цены. Я же вам сразу честно сказала со входа, что я не покупатель. Компания Гермес, скажем так, мы давно очень на рынке, почти 30 лет у нас всегда честно. Мы название вырежем, чтобы нам не сказали, что мы вас рекламируем, а кого-то наоборот топим. Нет, в целом у нас все культурно, честно, по-человечески. Подскажите. Если брать подбор автомобиля, то есть как происходит у нас. Есть определенный автомобиль, комплектация, все там не играют роли. Есть соблёны акции завода. Есть льготные корректования, расстройки существуют. Есть там программа обмена автомобилей, есть разные бренды. На какие-то машины больше скидка, на какие-то меньше скидка. То есть все это вот таким образом. Кулрычек, я смотрю, у вас в шоуруме только проданы. И сколько кулрычек стоит? Мы его сегодня зарезервировали. Шоурум такой большой. А так машин много. То есть если брать самую топовую комплектацию, 2,949, 990. Это цена без скидок. 2,950. Да, скажем, в следующий день, если мы говорим про продажу с долгами, например, мы можем купить покупатели за наличные 100 тысяч от компании в Пагер Мес, например, Кромо, Цент-Заловый, 125 тысяч есть. Либо мы можем в эквивалентном скидке клиентам сделать какие-то подарки. То есть подарки обычно для области на большую сумму. Слушайте, а написано, что он почти 3-400 почти. А вот если... Если берем, например, на конкретной ситуации, 2,950, когда вы строите машину, мы можем сделать 220 тысяч и отдать ее прайсу минус 220 тысяч. Если есть желание коврик купить, мы можем их продать. Если есть желание подарки получить, можно их получить. Мы сделаем цену чуть выше на вычетном уровне. Ну, то есть, подождите, реально, вот, уехать, если за сколько можно уехать на Кулрэе, не из шоурума? Ну, можно у него с талон посчитать, там более точные суммы. Давайте, скорее, посчитаем. Можем так... Мне просто людям понимать, чтобы они... 2,950 стоит максимальная комплектация. Да. Мы можем разналичные сделать скидку в 225 тысяч. Если получается, 2,725, можно обладать машину в кассе и поехать домой. Ага, и она есть в наличии, они, да? Ну, обычно, конечно, конечная цена чуть выше, потому что все, клиенту столько нужно коврик купить за счет поставить. Да, это понятно, доктор. Это обсуждается за адекватные деньги? Ну, золото. Ну, смотрите, есть разговоры о том, что все-таки машины без допов не продают. Пожалуйста, давайте ваш паспорт вам оформить. Ну, мне просто коврик не нужно. Потому что мы серьезно готовы к этому сделать с проблемой. Я поняла. Хорошо, спасибо вам большое, спасибо. У нас потом, понял, проблема. Я понимаю. Я понимаю, скажу, у нашей компании много продаж, люди берут довольно, возвращаются вот в хорошие. Понятно. А сколько манжаро полноприводные стоит? Они сейчас, я не знаю, переднеприводные идут официальные или нет? Только полноприводные, да? Сейчас новая модель появилась, эксклюзив в сером сеть. Он стоит 2975. 4975, да? Ну, например, можем прямую скидку дать 300 тысяч рублей. Серый, значит, серый на черном 4 900 с чем-то, да? А серый... Можно? Да. 4 745, я управляю на 100 рублей, что проще его воспринимать информацию. Это самая дорогая комплектация эксклюзив. Она либо серая матовая, либо синий-зеленая. 4 745. 4 745, да. Вот примерно на максимальную комплектацию мы даем скидку 350 тысяч. И 4 400 можно оплатить в кассу и купить пришло. Если мы рассматриваем до скидки там за 3D... 4 400 это с салоном, который коричнево-красный? Коричнево, больше нет салона. А, то есть они только черные? Да, и больше не будет. Ага, вот тех салонов больше не будет, да? Понятно. А зеленые сейчас с какими салонами официалы продают? Как и был раньше. Как и был, да? Зеленые не поменяли. Ну, понятно. Ну, хорошо, что тех салонов больше нет, они были убогие. Нормально цену, например, кредит трейдин. Мы выдавали последнюю машину дилерскую до 4, там, 3 900 можно отдать. Причем с честным кредитом, без каких-то навязанных страховок. Я поняла, блин, будем надеяться. Сейчас дилерскую машину можно у вас с самих дилеров купить до 4 миллионов. Хороший, честный кредит, есть рассрочка, если нужно. Не, ну это если кредиты трейдин, а если зонал, получается 4 400. Ну, разница-то с нами огромная, у нас она 3 700 стоит. Ну, у нас дилерская машина, 24-й. А у нас прошивка лучше и гарантия лучше, чем... У меня у мамы есть Джилиманджаро, такой же, как... Параллельно? Вы продаете, да. У нас же прошивка объективная лучше. Ну, просто разница есть. Зимний пакет, наличие гарантии, ну, есть плюсы, минусы, дилерская... Там зимний пакет только лабаш, все остальное мы ставим. Все ставим. Ну, это же заплатно. А? Затраты дальнейшим клиентам. Так, не, мы сами ставим. Без затрат для клиентов. Ну, сейчас на рынке не дилерские машины дешевле. Ну, каждый выбирает для себя порт, потому что есть возможность переплатить. Ну, конечно. Просто раньше разрыв был больше, недавно завод-небедовитель скорректировал цены почти на 300 тысяч снижен, просили за завод-небедовителя. Я говорю, если брать классический порт, а в кредит рынок обычно так покупают 4 или до 4-х дилерские машины, сейчас дилерские машины очень конкурентны с дилерским. Я понимаю. Поэтому выбор каждого. Хорошо, ну, будем надеяться, что вас хоть как-то слышно, потому что вы не громко говорите, а на вас звука нет. Я вроде бы. Спасибо.